Всем привет, это 21 век, меня зовут Виктор Гастеев и сегодня у нас на обзоре смарт-часы GTS 4 mini с GPS и возможностью установки приложений. Давайте посмотрим, на что они способны. Amazfit GTS 4 mini это небольшие и аккуратные часы. Размер самого корпуса 41,8 мм на 36,66 мм. К тому же они достаточно тонкие, всего 9,1 мм. Сам мерил, рулеткой. Вот как они смотрятся на моей руке. Такие часы подойдут женщинам и мужчинам, которые не совсем любят громоздких решений. Однако спешу сказать, что размер силиконового ремешка не совсем большой. Смотрите, где начинаются эти отверстия и на каком из них я использую. Зато мне нравится, когда хвостик ремешка как здесь прячется снизу. Так у часов нет шансов зацепиться за одежду. Кстати, ширина ремешка 20 мм и естественно он сменный. Корпус часов сделан из алюминия и пластика. Экран покрыт стеклом с олеофобным покрытием, который хорошо справляется с отпечатками пальцев. Управляются часы с помощью сенсорного экрана и вот этой кнопки. Кстати, эта кнопка выглядит как колесико, но, к сожалению, это только кнопка. А еще вот таким вот жестом, когда нужно время посмотреть. Кстати, у нас на канале скоро выйдет, либо уже вышли, обзоры на другие версии Amazfit, где колесико прям действительно колесико с виброоткликом и прям все как мы любим. В Amazfit GTS 4 Mini установлен AMOLED-экран размером 1,68 дюймов с достаточно хорошей плотностью пикселей 309 ppi. А что это значит? А это значит, что пиксели мы видим примерно, ну, вот с такого расстояния. В целом это хорошо. Сейчас вы можете оценить скорость и плавность работы интерфейса. Чем хорош этот дисплей? Это своей яркостью и контрастностью. Все отлично видно, как в помещении, так и на улице, даже на солнце. Углы обзора тоже хорошие, как ни крути, все видно. Однако, скажу честно, дисплей GTS 4, не Mini, и GTR 4, они гораздо лучше. Ну, они, правда, и стоят дороже. Always On Display тоже присутствует. Кстати, очень круто, когда производитель часов позаботился о том, чтобы было много дизайнов циферблатов. Тут в самом фирменном приложении более 150 вариантов. И у каждого свой стиль экрана Always On. Это прям лайк. Пройдемся по функционалу. Что касается уведомлений, они здесь не обрезаются, приходят целиком, но есть одно но. Отвечать на них нельзя, зато в упомянутых выше четверках отвечать можно. Правда, заготовленными фразами, но все равно это лайк. Что касается звонков, вы можете его только сбросить. То есть вы видите звонок, но, к сожалению, ответить по ним нельзя. Только сбросить. Зато можно управлять музыкой, которая играет на смартфоне, а также дистанционно сделать фоточку. Если провести на главном экране вправо или влево, вы попадете в раздел с самыми частыми функциями. Имейте в виду, что порядок их отображения можно настроить под себя. Amazfit GTS 4 Mini, в отличие от своих предшественников, Amazfit GTS 2 Mini умеет измерять пульс постоянно, а не по клику. Также есть измерение насыщенности крови кислородом и измерение уровня стресса. Но что интересно, все эти измерения можно теперь запустить всего лишь одним касанием. За 45 секунд вы узнаете и свой пульс, и уровень стресса, и насыщенность крови кислородом. А еще в часах есть компас и женский календарь. Ну а если вы не нашли какой-нибудь нужной функции, ее всегда можно найти в магазине приложений. Да-да-да, друзья, Amazfit GTS 4 Mini – это полноценные умные часы, которые поддерживают установку приложений. Что это может быть? Ну, например, калькулятор, или записная книжка, или мини-игры, или конвертер валют. В общем, список доступных приложений постоянно обновляется, что очень круто для недорогих фитнес-часов. Как я уже говорил, в этих часах есть GPS, а также GLONASS. Так что если вы будете бегать на улице, эти часы смогут записать ваш маршрут и сделают это очень хорошо. Что, в общем-то, здорово, ведь на пробежку телефон брать не обязательно. Хотя, опять же, повторюсь, ну кого я обманываю? Ну кто не запишет пробежку на телефон? Ну никто ж не поверит, что вы бегали. Всего тут более 120 спортивных режимов, так что уж свой вариант тренировки вы точно найдете. К тому же, часы автоматически распознают целых 7 видов активности. Ходьба, ходьба в помещении, бег на улице, беговая дорожка, катание на велосипеде на улице, эллиптический тренажер и гребной тренажер. Кстати, работу этой функции можно настроить. Заходим в раздел настройки, тренировки, выявление тренировки и настраиваем чувствительность. Чем выше чувствительность, тем быстрее распознается тренировка. Полезно все-таки иногда читать инструкцию. А еще эти часы умеют просчитывать эффект от тренировки. При помощи этой функции вы можете смотреть, принесла ли вам пользу тренировка. Если не принесла, значит можно эту тренировку немного усложнять. А еще часы показывают примерное время восстановления. Ну и вишенка на торте – это автономность. Ведь часы способны жить 15 суток. Целых 15 суток. И не выживать, а именно жить. Если Always On Display выключен, то пользователи сообщают о двух неделях работы на одном заряде. И это с тренировками. А если Always On Display включен, то есть он постоянно подъедает батарейку, время сокращается до 6 дней. Но согласитесь, даже 6 дней – это достойно. А теперь давайте сравним GTS 4 Mini с более старшей версией. GTS 4. Так в чем же разница? GTS 4 немного больше – 1.75 дюймов против 1.68. Отличаются элементы управления. В младшей модели просто кнопка, а в старшей – колесико. К тому же эти часы оснащены тактильной виброотдачей. Экран здесь тоже улучшен. Вместо 309 ppi здесь у нас 341 ppi. То есть картинка более гладкая и красивая. По внешнему виду отличия я рассказал, а вот по функционалу есть только одно, но оно очень существенное. По Amazfit GTS 4 можно разговаривать. Не только отклонить вызов, но и принять, но и разговаривать. Это... Ну и еще можно отвечать на сообщения в мессенджерах. Правда, с заготовленными фразами, ну и смайликами. В остальном эти модели очень похожи, в том числе и в плане автономности. Но, кстати, младшая модель за счет чуть уменьшенного и более скромного экрана разряжается чуть медленнее. Amazfit GTS 4 Mini это симпатичные, функциональные и при этом не очень дорогие смарт-часы. От себя скажу, что за эту цену возможностей в них действительно много. Чего стоит только установка дополнительных приложений. Для спорта тоже штука отличная. Есть и GPS, и улучшенный датчик измерения пульса. Программное обеспечение тоже дает достаточно широкие возможности. Здесь тебе и оценка эффективности тренировки, и времени восстановления. Кстати, вот этого прям не хватает в дешевых фитнес-трекерах. В целом я все рассказал, ну а выбор, как всегда, за вами. На этом все. Это был 21 век. Меня зовут Виктор Гостеев. С вас лайк, подписка, комментарий. И увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok